Доброе утро, коллеги! И располагайтесь поудобнее, и начинаем презентацию новой версии нашего основного продукта. Вообще, проходит много лет, и я никак не могу научиться не волноваться. Наверное, это никогда не случится, и каждый раз перед каждым релизом и волнуешься, и волнуешься перед утверждением всего функционала, и восхищаешься каждый раз, когда сделали больше функционала, чем запланировали. И я приветствую всех, кто смотрит нас здесь, непосредственно на встрече в цифровом октябре. Я приветствую всех, кто смотрит нас в онлайн. Это наши клиенты, наши партнеры, и традиционно партнеры устраиваются целыми офисами для того, чтобы смотреть обновление продукта, с которым мы каждый день работаем с вами. Я приветствую также Калининградский офис, в котором у нас происходит разработка. И я знаю, что ребята сейчас тоже смотрят презентацию и также волнуются каждый за свой раздел, за который он отвечал. Я представляю Александра Демидова. Он у нас представлен как продюсер. На самом деле он руководитель облачного отдела, но продюсирует целый ряд конференций. И Юра Волошина, который назван у нас сценаристом. На самом деле руководитель отдела разработки продуктов. Юр, пока попрошу тебя присесть, а мы с Сашей, наверное, начнем презентацию. И начнем презентацию, посвященную обновлению. Несколько слов вообще вначале, как все будет проходить. Непосредственно на странице онлайн-трансляции. Задавайте вопросы. Мы будем стараться отвечать на них непосредственно по ходу всего мероприятия. И в завершение сделаем целую сессию, в которой будем отвечать на вопросы из онлайна. И, соответственно, постараемся ответить как можно больше. Продукт. 140 тысяч клиентов, почти 27 тысяч интернет-магазинов. И, наверное, можно сказать, что никогда мы не гоняли за непосредственно числом, чтобы оно было больше. Но последние годы появилось несколько метрик, которые показывают вообще динамику. Наверное, каждый из них ошибается, но, тем не менее, они дают очень любопытную картину. В 2011 году по международному рейтингу V3Tech наш программный продукт занимал 13 место в мире. И мы гордились этим. Но в этом году рейтинг наш увеличился, и мы заняли 8 место среди всех мировых программных продуктов по управлению сайтами. И мы очень гордимся этим местом. И без сомнения, это огромная победа и огромная заслуга наша вместе с партнерами. 12 тысяч компаний вместе создают этот рынок, создают интернет-проекты. И более 60%, и эта доля точно так же растет на российском рынке, более 60% коммерческих интернет-проектов создано нашими с вами руками. Коллеги, это очень большая победа, и я думаю, что мы можем поаплодировать друг другу, потому что добились прекрасного результата. Если посмотреть с 2011 до 2015 года, то можно, наверное, констатировать, что продукт принципиально изменился. Это вообще, наверное, даже нечто другое, нежели просто коробочный продукт, который раньше поставлялся. Три года назад нам жилось легко и просто. У нас не было никаких сервисов, которые нам нужно было поддерживать в круглосуточном режиме. Продукт был просто коробкой. Жилось нам легко и просто. Но концепция изменилась, и сейчас управление сайтом – это целая концепция коробка плюс облако. По сути, мы стали большим крупным сервис-провайдером. Сегодня в нашу облачную группировку входят такие сервисы, как сканер безопасности, облачный бэкап, интеграция с CDN, сервис скорость сайта, облачный мониторинг. И сегодня мы расскажем о некоторых результатах, которые мы достигли за эти годы, ну и о тех новинках, которые ждут вас в этом релизе именно по нашим облачным сервисам. И это совершенно новое качество – платформа плюс облако. Я думаю, что мы по количеству облачных сервисов и вообще по предоставляемому сервису впереди планеты всей. Из других программных продуктов, мне кажется, никто не добавляет такого количества дополнительных сервисов непосредственно сам в продукт. Несколько слов о самых популярных сервисах. Сервис ускорения сайтов. Мы сделали в партнерстве с компанией CDN Video интеграцию CDN. И, по сути, до запуска этой услуги CDN была услуга для крупных сайтов. Количество всех клиентов, всех CDN-провайдеров исчислялось сотнями. Мы сделали услугу очень простую, очень понятную и сделали по-настоящему массово. Сегодня пользуются этой услугой 27 тысяч клиентов. За прошлый год мы передали один петабайт трафика. Мы тут даже рискнули написать количество нулей, но только к мегабайтам, потому что эта величина большая. И на самом деле это, как мы говорим, мелкозернистый трафик. Это ведь не видеопотоки. Это маленькие джаваскрипты, CSS, картинки. То, что наполняет обычный сайт и ускоряет их загрузку. Облачный бэкап. Здесь нет, наверное, самой важной цифры. Сколько нервов и седых волос мы сберегли владельцам сайтов, когда они думали, что все пропало, а потом обнаруживали, что у них, оказывается, есть резервная копия в облаке Битрикса. Это безопасность, это устойчивость бизнеса в том числе. 25 тысяч клиентов, 42 терабайта данных именно облачных бэкапов. Год назад мы приняли решение, что необходимо создавать свой раздел по большим данным. И очень было страшно. И сегодня данные получились действительно большими. Вообще мы очень много, очень жарко спорили, вообще стоит ли ввязываться в эту драку. Но на самом деле очень мало игроков с по-настоящему большой аудиторией. А у нас есть уникальная возможность посчитать и дать персональные рекомендации именно уникальной аудитории посетителей интернет-магазинов. Мы этот проект запустили, и сегодня мы обсчитываем 440 миллионов событий, 220 миллионов уникальных посетителей, 17 тысяч интернет-магазинов, 18 миллионов товаров по всем товарным каталогам, которые участвуют в сервисе. Это месячный объем данных, которые мы обрабатываем и даем рекомендации в реальном режиме времени. Мы еще поговорим о больших данных. Облачный сервис «Скорость сайта». Это, наверное, один из самых полезных сервисов. Мы всегда делаем очень большой акцент на производительность продукта в целом. И за последнее время появились инструменты, которые позволяют оценить не только производительно-серверные конфигурации, но и, например, скорость рендеринга страницы. Практически абсолютное большинство клиентов сервисом пользуются. Это, наверное, самый важный инструмент для коммуникации партнера с клиентами. Потому что на самом деле это скорость глазами ваших посетителей. Работает ваш сайт очень быстро, быстро, не очень быстро. Это одна из самых дискутируемых цифр между клиентами, партнерами и хостерами. Это именно из-за этой цифры сайты чаще всего и становятся быстрее. Замечательно, что появился этот сервис. И по-прежнему композитный сайт, композитная технология является, наверное, с таким самым большим локомотивом и значительнейшим изменением с точки зрения роста скорости сайта, в том числе роста в поисковой выдаче. И, зная по облачному сервису, мы сегодня можем твердо говорить, что 70% сайтов на Битрексе работают либо быстро, либо очень быстро. Спасибо, Саш. Спасибо за то, что ты ведешь всю эту облачную группировку. Я уверен, что у нее в скором времени появятся новые сервисы. Конечно. Интернет меняется. И сам по себе рынок меняется. Вот этот слайд сделан на конференции РИФ. И несколько цифр, которые я хотел вам показать, для того, чтобы обратить внимание на, наверное, важнейшие изменения. За прошлый год в интернет выходит в России 82 миллиона человек. Это 66% населения. Только 5% прирост за год. Интернет перестал расти теми безумными темпами, которые мы раньше говорили. Сотни, десятки процентов. То есть роста больше нет. Почему его нет? Потому что на самом деле Москва и Питер уже давно в сети. Крупные города все в сети. Реально интернет перерастает только, как это говорят, регионами, то есть небольшими городами. Именно они выходят на сегодняшний момент в онлайн. И там еще есть потенциал роста. Если же посмотреть на возрастные категории. К 12 годам похоже, что у всех уже есть интернет. Вряд ли можно найти ребенка после 12 лет, который не умеет или не пользуется им. Единственная категория, за счет которой теоретически возможен рост, это 55+. Но ученые спорят, пойдет ли эта аудитория в интернет или нет. Таким образом мы можем вообще говорить, что интернет не будет расти в принципе, потому что мы достигли насыщения. 67% это обычные компьютеры. А вот 41% выходит через мобильное устройство. Это очень большая величина. Причем если мы посмотрим на динамику, то окажется, что компьютеров становится меньше, трафик и посетителей с них становится меньше. А плюс 34% это мобильный трафик. Мы будем сегодня много вообще об этом говорить. Предполагаю, что в этом году, ну или в начале следующего года, можно будет констатировать, что больше 50% пользователей будут выходить и заходить на ваши сайты с мобильных устройств. И на это реагируют поисковые системы и вообще крупные игроки. 21 апреля Google ввел изменения, которые существеннейшим образом сказались на позициях и на трафике для очень большого числа сайтов. И мы с вами об этом тоже поговорим. И у нас на связи будут коллеги из офиса Google, которые расскажут вообще, почему они таким образом делают, как вообще выполнить соответствующие требования. Таким образом происходит много изменений, которые важно понимать. И важно понимать, что если раньше мы просто росли за счет увеличения аудитории, то теперь мы должны расти за счет эффективности. Мы должны научиться работать лучше с той аудиторией, которая есть. Ну и огромные изменения на рынке SEO. В том виде, как он существовал, благодаря Яндекс.Минусинске, усилиям Гугла, SEO становится вообще совсем другим рынком. Он перемещается непосредственно сам сайт и сам контент. Юр Волошин, я приглашу тебя. И давайте мы посмотрим на продукт, на то, что мы вам представим, для того, чтобы рассказать, как мы, видя эти изменения рынка, предлагаем на них реагировать. Как должны адаптироваться интернет-проекты для соответствующих изменений. Вы видите, нам уже впервые пришлось изменить формат презентации, чтобы некоторые элементы разместить справа. Самого перечисления оказалось недостаточно. И опять же, каждый большой релиз, ты смотришь на него, и кажется, что больше он не может получиться. И он получается еще больше. Не буду сейчас все перечислять. Наверное, отмечу, что еще раз. У нас будет три включения. У нас будут приглашенные гости. У нас будут онлайн-включения из офиса Google. У нас будут коллеги по защите от EDOS и по нагрузочному тестированию. Здесь отсутствует соответствующий анонс. Мы хотели вам представить небольшой сюрприз и представить результаты нагрузочных тестов программных продуктов. И мы покажем вам очень интересные цифры. Давайте пойдем дальше. Конверсия. Пожалуй, это именно то слово, которое большинство интернет-проектов произносят внутри, подразумевая, они эффективны с точки зрения бизнеса или нет. Но удивительно, когда ты спрашиваешь людей, а у вас вообще как с конверсией? Они такие, ну, наверное, не очень. А вы измеряли? Нет, мы не измеряли. Ну, мы так вообще думаем, что она не очень. Или наоборот, у нас все отлично. А как вы это узнали? Непонятно. Что такое конверсия в общих словах? Тысячи посетителей пришли на сайт, десять заказов сделали. В данном случае мы смотрим на конверсию посетителей в интернет-заказы. Конверсия один процент. А если на другом сайте тысяча посетителей, та же аудитория, но сделали 30 заказов, получается, что конверсия три процента. Нужно учиться работать с той аудиторией, которая не становится больше, а нужно научиться лучше выжимать ту аудиторию, которая есть. И на самом деле, как это всегда оказывается, улучшить можно только то, что можно измерить. Поэтому мы должны были представить вам сервис для легкого и простого измерения конверсии вашего интернет-проекта. Давайте посмотрим на результаты. Знаете ли вы, какова конверсия вашего сайта? А ведь это ключевой показатель эффективности интернет-бизнеса. Давайте разберемся. За месяц на ваш сайт пришло 10 тысяч посетителей. 100 из них совершило покупку. Конверсия сайта равна 1%. А у вашего конкурента из тех же 10 тысяч покупку совершило 200 человек. Конверсия 2%. Это значит, что его бизнес работает в два раза эффективнее вашего. Улучшать можно только то, что измеряешь и контролируешь. В новой версии 1S Bittrex управления сайтом мы даем ответ на вопрос, какова конверсия всего сайта, а также разделяем ее по каналам. Платная реклама, SEO-трафик, рассылки, мобильный трафик и многое другое. Также в вашем распоряжении встроенные инструменты АВ-тестирования. Теперь вы легко можете проверить, какой вариант страницы работает эффективнее. Не нужно программировать, не нужно настраивать. Тестируйте, вносите изменения на сайт и наслаждайтесь результатом. Считайте конверсию и зарабатывайте больше с платформой 1S Bittrex управления сайтом. Вот такой инструмент мы решили вам представить и назвали его пульс конверсии. Почему пульс? Потому что он в динамике. Вы можете посмотреть его во времени. Мы долго спорили вообще, что считать хорошо или плохо. Вообще, на самом деле, это очень спорный вопрос. Но представили один из показателей, вы можете его сменить. И, наверное, после выпуска мы с вами все вместе подискутируем. Но на сегодняшний момент до 0,5 конверсию интернет-магазина мы считаем плохой. До 1, ну, в общем, уже неплохо. Нормально это полтора. Хорошо это два. И после двух мы считаем, что вы добились отличного результата. Ряд тестов или вообще там исследований показывают, что похоже, что шкала для интернет-магазина достаточно важная и правдоподобная. Кроме показов динамики, хотелось бы посмотреть конверсию по конкретным инструментам. Это может быть SEO-трафик, это может быть рассылка, это могут быть какие-то иные инструменты, которые встроены в продукт. Мы показываем для каждого инструмента отдельный график и показываем конверсию для данного инструмента. Показываем величины в выигрыше в деньгах, количество заказов, конверсии по каждому из показателей. В итоге получился очень простой инструмент. Достаточно, в общем-то, одного клига для того, чтобы получить ответ по каналам, по конверсии, по всему интернет-проекту и в том числе по различным типам устройств. То есть вы теперь можете узнать вообще, как хорошо вы мобильный трафик конвертируете и получить ответ. Например, на обычном интернет-магазине для обычных дисктопов у вас 3%, а, например, на мобильном 0,5% очевидно, что вам нужно реконструировать соответствующий раздел. Отличный получился инструмент. Важный инструмент, который поможет проектам становиться лучше. И, как вы уже увидели в ролике, мы разработали АБ-тестирование. Да что такое вообще АБ-тестирование? Обычно сравнивают А вариант или Б. Как вы считаете, какая из этих машин лучше? Поднимите, пожалуйста, руку за вариант А. А кто поднимет за вариант Б? Какая неактивная аудитория. В большинстве своем люди выбирают варианта. И вот я слышал как раз один из вопросов. А для чего? На самом деле правильный вопрос. А для чего мы выбираем этот автомобиль? Мы же его выбираем не по цвету или не по размеру. Может быть, мы решаем задачу, как доставлять сотрудников непосредственно в офис. И именно от этого вопроса, который необходимо решить вашему клиенту, зависит ответ. Как работает АБ-тестирование? Чаще всего небольшую часть посетителей вашего сайта, 5-10%, направляют на экспериментальные страницы. А вариант А – это то, что есть сейчас. Вариант Б – это то, что вы хотите протестировать. Делят этот трафик пополам. И в дальнейшем, именно на основании показателей, в данном случае конверсии, оценивают, какой из вариантов лучше. В данном случае мы сравнивали вариант предыдущего, то есть того интернет-магазина, который сейчас идет в поставке, и нового варианта интернет-магазина, о котором мы с вами еще сейчас поговорим. И наша основная задача была сделать это доступным, потому что все это очень непросто. Все знают, что это прекрасный инструмент. Но когда ты спрашиваешь людей, вы сами делали АБ-тестирование? На рынке существует достаточно много инструментов и достаточно много компаний, предоставляющих АБ-тестирование. Но вся проблема в этих компаниях – это сложность запуска теста. Я для эксперимента попробовал один из сервисов. У меня заняло около двух выходных запуск теста на собственном проекте. Результаты меня не удовлетворили из-за сложности именно запуска, их неоднозначности. Изменения, произведенные на этом проекте, для повторного запуска тоже влекут за собой фактически дополнительное программирование. По сути, маркетолог хочет, но не может. Разработчик не хочет, но может. Наша задача была сделать таким образом, чтобы тот, кому нужен этот тест, мог его провести. И мы поставили себе задачу, что запуск АБ-тестирования должен происходить за несколько минут. Как, например, сравнить полностью разные сайты? Вариант А – тот интернет-магазин, который был, и вариант Б, который мы представляем. Как это выглядит в реальности? Выбираем тестирование дизайна, задаем простые показатели длительности теста. В зависимости от вашего трафика. Если у вас очень большой трафик, вам может оказаться достаточно дня или нескольких часов. Соответственно, от этого зависит и процент трафика, который вы готовы на эксперимент предоставить. Выбираем шаблон 2012 года. Шаблон действительно должен будет подготовить разработчик. Но все-таки запустить сам тест, например, сравнить шаблон 2012 и 2015 года, может непосредственно маркетолог. И далее, собственно, вы запускаете. Тест подготовлен, я его стартую. Не будем ждать 15 дней. Сейчас они быстренько пройдут. Идем смотреть, что у нас получилось. Основная задача – увидеть ключевые показатели, по которым можно сравнивать АБ-тестирование. Поток А, как было сейчас. Поток Б, как есть. Мы видим в динамике изменения. Мы видим, что шаблон Б победил. Не просто победил, а в суммах заказов он дал фактически в два раза даже более выигрыша. Можно получить детальную информацию о том, сколько товаров было добавлено в корзины, сколько было оформлено заказов и сколько было сделано покупок. Для каждого этапа показывается как конверсия, так и денежные отношения. И даже с первых показателей можно увидеть разницу. Еще раз, наверное, подчеркну, что для АБ-тестирования можно использовать разные показатели. Не обязательно это продажа. Это могут быть заполненные формы на сайт, регистрация пользователей, любые показатели, которые вы считаете правильным. Нам очень важно, что вы просто могли провести это тестирование достаточно быстро. И мы выбрали самые популярные, на наш взгляд и на взгляд маркетологов, сценарии, которые им необходимо тестировать. Новый дизайн. Тестирование главной страницы. Детальная карточка товара. Причем, когда вы будете тестировать детальную карточку, вам не нужно будет менять ссылки по всему сайту. Продукт сам сделает правильно. И URL, и все останется правильным с точки зрения поисковиков, но экспериментально он будет делить поток на А и Б и проводить соответствующий эксперимент. Тестирование страницы корзины. И корзины, и оформление заказов, это как раз, наверное, те элементы, которые чаще всего было сложно тестировать. Ну и произвольная выбранная страница. С этим инструментом вы можете протестировать любой экземпляр, любой лендинг, любые страницы, которые будут на вашем сайте. Простой интерфейс. Запускается за несколько минут. Удобное управление и трафиками, и показателями. Анализ по ключевым характеристикам, насколько быстро и правильно проходит вообще АБ-тестирование, и какой из вариантов вам выбрать. Еще раз подчеркну, что АБ-тестирование простой для запуска инструмент. И, пожалуй, наверное, впервые в составе продукта такой простой для запуска и такой универсальный инструментарий, позволяющий давать ответ на, в общем-то, очень сложные вопросы. И в дополнение к конверсии, которую можно теперь узнавать буквально за несколько секунд, можно будет бороться за эту конверсию, постоянно ее улучшать. Спасибо. Здоровский инструментарий. Но еще один сценарий мы подсмотрели у клиентов. Экселовская табличка, в которой вручную собирают трафик за месяц, вручную собирают рекламные расходы за месяц, вручную конверсию, сайт, параметры. Для чего? Чтобы ответить только на один вопрос. Вообще магазин прибыльный или нет? Это такая управленческая отчетность. И мы поняли, что мы можем составить бизнес-модель, с которой можно поиграть. И появился вот такой инструментарий. Не очень прибыльный магазин. Почему-то цифра меня не устраивает. Давайте попробуем добавить рекламного бюджета. Ну, давай сначала о нем расскажем. Обычный интернет-магазин. Конверсия 0,5%. Общая выручка 160 тысяч за месяц. Только начинают. Рекламный бюджет 100 тысяч. Прочие расходы. Это сервера, люди, какие-то еще вспомогательные расходы. Из этого отчета что мы видим? Мы видим 100 тысяч. Цена за переход 5. 20 тысяч посетителей приобрели. Мы видим количество заказов с конверсией. Средний чек. И из всего этого понятно, что вот зарабатываем, в общем, 25 тысяч за месяц. Ну, прям, скажем, сложный бизнес. Что нужно сделать, чтобы он стал лучше? Попробуем увеличить рекламу. Это первое, обычно, с чего начинают. Увеличим со 100 до 200 тысяч расходы. Ну вот, здорово, 85 тысяч. Мы начали зарабатывать значительно больше. Но цифра все равно небольшая. Давайте попробуем увеличить конверсию хотя бы на 0,1%. Рано сначала нужно понять, что увеличив рекламный бюджет, вы наверняка увеличите цену за переход. Ведь так оно обычно бывает. И давайте увеличим ее немного, с 5 до 7 рублей. Ну вот, вы угнали наш не так не очень хороший бизнес в минуса. Получилось, что, боровшись за трафик, мы получили минус. Еще раз подчеркну. Мы сейчас находимся в режиме прогнозирования того, как будет работать магазин. Вы выбираете стратегию. Вы размышляете над тем, на что вообще давить. Как улучшать ваш бизнес с точки зрения эффективности как таковой. Цена за переход выросла. И вот у нас уже минус 6 тысяч рублей. Ну, прям не очень. Давайте поборемся за конверсию. Чуть-чуть ее увеличим. Вот Юра настаивал. Даже 0,1% говорит, должно дать результат. Мы поменяли 0,1%. Увеличилось число заказов. Их стало 172. И вот уже 20 тысяч прибыли. 0,1% увеличили конверсии. И получили значительное увеличение. Помним о нашем индикаторе. У нас на тестах было 2,5%. Давайте попробуем посмотреть, что произойдет, если поставить конверсию как 2,4%. Тот же сайт, тот же трафик, те же рекламные расходы. Выручка выросла за миллион. 783 тысячи уже прибыль. На самом деле получается, что самое выгодное – конверсией заниматься. Улучшать конверсию магазина. Но есть еще инструменты. Не забываем о том, что увеличить стоимость и итоговую цифру можно за счет среднего чека. Как его можно увеличить? Для этого в платформе есть множество инструментов. Инструменты Big Data, инструменты наборов, комплектов. Давайте попробуем добавить средний чек хотя бы на 500 рублей. Кто-то тут заметно увеличил. Почти на 1000 рублей. И вообще прибыль такая уже нравится. Один и тот же магазин. Кстати, расходы не возросли. Посмотрите, все это еще то же самое. Мы увеличиваем какие-то другие показатели. Что-то внутри движка крутим. И вроде магазин становится сильно выгоднее. Прямо похоже на бизнес становится. И, наверное, экспериментируя с этой моделью, когда мы обсуждали с Юрой этот вариант, он говорит, ну вообще теперь при таких доходах я, говорит, наценку могу уменьшить. Я могу не 20 поставить, а 10 и убить всех конкурентов. На самом деле чаще всего так и происходит. Сервис по оценке бизнес-модели интернет-магазина позволяет вам буквально в реальном режиме времени посмотреть то, что у вас есть сейчас. А почему мы знаем ответ на то, что есть сейчас? Все продажи интернет-магазина за определенный выбранный период, все расходы, дополнительные параметры. Вы увидите CPA, средний чек, конверсию. Вы увидите все эти показатели применительно к вашему бизнесу. Переключившись в режим прогнозирования, вы сможете понять вообще, насколько это важно и какими параметрами с точки зрения магазина необходимо заниматься. Управленческая отчетность в один клик. Пойдемте дальше. Автобюджет контекста. Мы уже поговорили с вами, что Минусинск и подобные проекты делают контекст чуть ли не основным способом привлечения посетителей. И это заметно по стандартной выдаче, по, например, запросу купить айфон. Очень много места занимают контекстные объявления. На самом деле в Гугле аналогичная ситуация. Все очень похоже на эти сценарии. Если посмотреть на расходы интернет-проектов, то контекст зачастую стоит наверняка на первом месте по затратам. Но опять же, общаясь с нашими клиентами, мы поймали несколько сценариев, из-за которых они говорят, что они точно знают, что они плохо расходуют контекст, расходуют бюджет. Какие это ситуации? Поставили контекстное объявление, приводят на карточку товара, а товар закончился. А ведь получается, что контекстными объявлениями и товарами занимаются разные люди. Одни настроили вам контекст, а другие занимаются продажами. И никому в голову не приходит отслеживать, что если товар снялся с продажи, нужно бы объявление-то выключить, потому что нет смысла привлекать этот трафик. Даже если объявление выключили, то при появлении товара на складе его забывают включить обратно. Соответственно, товар лежит на складе, но не продается. Аналогичная ситуация. Затраты на объявления не окупаются самой наценкой самого товара. Бывают такие позиции, по которым контекст вообще лучше и не давать. И было бы здорово, если бы система сама могла отслеживать стоимость объявлений и выручку, которую вы получаете с этих объявлений. Ну и как пример iPhone. У вас резко возрос трафик на iPhone. Конкуренты начинают добавлять стоимость объявления. Соответственно, вы выпадаете из той стоимости, которую на модели мы смотрели, вы можете себе позволить. Соответственно, в этот момент объявление желательно снять. И мы поставили опять же перед собой задачу решить эти проблемы. Мы, если вы помните, в предыдущем релизе дали возможность прямо в карточке товара создавать или подключать действующие контекстные объявления. А теперь мы даем возможность автоматически включать и выключать контекстные объявления, если товар снят с продажи, отсутствует, либо вернулся. Мы даем возможность автоматически включать контекстные объявления в зависимости от его рентабельности. Вы указываете эти параметры, и объявление может само исчезнуть или вернуться. В этом инструменте есть интересная особенность. вы можете подключить несколько контекстных объявлений и понять, какое из них более рентабельное. Соответственно, выключить те, которые не рентабельны. Вы также можете установить цену за клик. И если, например, объявления, переходы приходят по очень высокой цене, система автоматически снимет это объявление и периодически будет возвращаться на биржу для того, чтобы проверить, там вообще все успокоилось, рынок стал адекватным, можно ли торговаться. Вообще контекстные объявления не дают возможность прямо ставить цену за клик. И это проблема. Поэтому мы решили, что мы будем уходить и возвращаться. И далее соответствующие инструментарии непосредственно внутри продукта. У нас даже появился такой тезис – следите за товарами, а не за рекламными объявлениями. Однажды вы настраиваете контекстные объявления для каталога, а потом он сам автоматически снимает, возвращает и работает с контекстными объявлениями значительно более эффективно. Ну что ж, клиентов получили. Вот одна из моделей. Кстати, возможно, мы в будущем даже улучшим бизнес-модель интернет-магазина. На сегодняшний день все чаще звучат фразы, что окупаемость вообще возможна не на первой, а на последующих продажах. Но пока давайте поборемся за тех клиентов, которых вы уже получили. И существует такой термин – триггерные рассылки. Бывает, что завершил покупку в интернет-магазине, вот тебе пришло письмо завершающее, что спасибо, ваш заказ доставлен, и ты уже готов как бы забыть об этом интернет-магазине. Но надо же, они начинают тебя через несколько месяцев бомбить. Причем ты смотришь на эти заголовки и письма, и тебе кажется, что их пишут люди. Они такие эмоциональные, они яркие, они очень человечные, очень реалистичные примеры заголовков. А там еще веселее текст. И вот невольно ты возвращаешься на этот интернет-магазин, делаешь повторный заказ, и вот понятие триггера сформировалось как некое событие. Таких событий несколько. Это может быть брошенная корзина, отмененный заказ, или отсутствие какой-либо активности конкретным покупателям на сайте. И триггерная серия – это как бы наборы настроенных писем, которые запускаются в момент, когда происходит это событие. Как мы решили это реализовать, задачу? Выбираем триггерную рассылку, запускается мастер. Вот мы представляем вам несколько триггерных рассылочек. Я выбираю хулиганство. Список событий может быть значительно расширен усилиями партнеров. Выбрали отправителя. Настраиваем самые главные величины. Это условия запуска триггерной рассылки. Давно не покупал. Это вообще серьезная причина. Выбираем время, какие-то данные. И выбираем, когда рассылка закончится. То есть цель, которую нужно дожать. Может быть, нам достаточно, чтобы он просто вернулся к нам. А может быть, мы рассчитываем, что обязательно произойдет оплата этого заказа. Показываем все цепочки писем, которые вы увидите клиента. Вы можете их добавлять, убавлять, изменять тексты. Визуально настраивать шаблоны. Еще раз, вы компонуете из самых разных писем, которые в том числе могут использоваться в других рассылках. И мы заранее подготовили для вас примеры хороших рассылок. Но все-таки не забывайте их корректировать для себя. Все. Один раз вы его настроили, запустили. Дальше она работает полностью в автоматическом режиме. Семь триггерных рассылок, готовых в поставке. Брошенная корзина. Отмененный заказ. Повторный заказ. Активируйте клиента через 90 дней. 180 дней. 165 дней. И в качестве примера, такой эмоциональной рассылки, мы дали вот эту рассылку хулиганства. Вот эти заголовки, которые прыгали в начале, это заголовки именно этого варианта рассылки. Обращайте внимание на то, как вы общаетесь с клиентами. Не просто настаивайте на возвращении, а стройте эмоциональные отношения с клиентом. И в итоге, теперь в составе продукта есть целый набор триггерных рассылок. Семь цепочек. Наверное, самое главное, еще раз подчеркну. Несмотря на то, что создается иллюзия, что вы индивидуально общаетесь с клиентом, они настраиваются один раз. Настроенная цепочка работает автоматически. Например, вы поставили через два дня после предыдущего заказа вот эту серию из пяти писем. И вся автоматика отследит этого покупателя, через два дня сработает, и начнется триггерная рассылка до тех пор, пока вы не добьетесь результата. Ну, либо пока цикл не завершится. На очереди бигдата и персонализированные рассылки. Мы действительно рассчитываем подключить туда сервер персонализации. И давать более точные и понятные рекомендации. И самый главный инструмент – это опять же увеличение либо конверсии, если мы говорим про первые сценарии, когда это дожатие заказа, брошенные корзины, либо увеличение повторных заказов. И опять это в составе продукта стандартный функционал. Спасибо. Я, наверное, вот в этом моменте хотел еще один добавить момент. Через Marketplace партнеры могут выпускать готовые приложения или готовые триггерные рассылки, в том числе обрабатывая события, которые могут быть интересны непосредственно для клиентов. Обращайте на это внимание. Те, кто активно работает с Marketplace, мы уверены, что спрос на такие рассылки обязательно появится. Работайте с триггерными рассылками. Партнеры могут создавать не только триггерные рассылки, они могут добавлять сами события. Ну что ж, пойдемте дальше. Большие данные. Персонализация. Как мы уже сказали, 17 тысяч магазинов, 220 миллионов уникальных куков. Кажется, слушайте, вообще это как-то очень много. Не может. В стране 66 миллионов человек входит в интернет. На самом деле, статистика говорит, не только наша, вот как раз на Рифе представляли, что на одного пользователя приходится 4-6 куков, и количество их растет. Очень много разных устройств, браузеров и других составляющих, плюс не только Россия, плюс все остальные данные. Все в итоге собирается в большой объем. На текущих данных мы уже знаем, что сервис дает рост в денежном выражении от 9 до 37%. Мы не очень склонны бросаться прям большими цифрами. Иногда сервисы персонализации заявляют о фантастических величинах. Но мы по текущим клиентам, в зависимости от категории, от конкурентности сегмента и ряда других показателей, видим, что в общем мы даем хороший прирост. Очень хороший прирост для интернет-магазинов. Мы выбрали один из типовых магазинов, который хотим представить. На данном магазине рост продаж по персонализации около 20%. Обычный интернет-магазин, использующий сервис по персонализации. Но в рамках этого релиза мы хотели представить новую технологию. В нашем распоряжении было 18 миллионов товаров. И мы, решая задачу по рекомендации, должны были решить, это называется, кластеризация, задачу большой кластеризации товаров. У нас появилась новая технология, которую мы назвали Interest ID, технология определения интереса пользователям товаров. У нас есть внутренний показатель, который говорит о нашей способности прогнозировать будущие продажи. И он вырос в три раза без преувеличения. И на сегодняшний момент мы значительно лучше рекомендуем, особенно тем, которые впервые пришли на ваш интернет-проект. Сервис развивается. У него есть целый ряд применений. Не забывайте, пожалуйста, размещать у себя виджет. Есть отдельная инструкция в блоге, как поместить на своей странице сервис по рекомендациям. И еще раз мы говорим об увеличении конверсии, об увеличении среднего чека. Ну что ж, создавая этот релиз, мы обнаружили, что у нас вообще очень много инструментов, которые относятся и предназначены для маркетологов. Но эти все сервисы разбрусаны по всему продукту. Что-то в сервисах, что-то в магазине. И мы решили, что пора создать отдельный пункт. У нас появился пункт «Маркетинг», который включил в себя целый набор инструментов для маркетинга интернет-проекта. Пульс конверсии, бизнес-модель магазина, АБ-тестирование. Еще раз подчеркну, АБ-тестирование не только для магазина, а вообще для сайта как такового. Автоконтекст, товарный маркетинг. А это скидки, купоны. Все, что связано с торговыми товарными предложениями, с платежными системами. Да, туда входит полностью все, что входило в скидки. Е-мейл-маркетинг, триггерные рассылки, персонализация, поисковая оптимизация и баннерная реклама. Прекрасный набор для отдела маркетинга интернет-проекта. Идем дальше. Вот теперь, наверное, стоит поговорить о мобильных клиентах. Мы показали целый ряд цифр, которые говорят о том, что 41% пользователей уже приходят к вам с мобильных устройств. Вы знаете, это на самом деле вызывает удивление. Вот ты разговариваешь с владельцем сайта, он заглядывает в какую-нибудь статистику, потом сам говорит, 43%. А я-то думал, что никто не ходит на сайт. Мы, в общем, будучи, так сказать, глубоко погруженными в тему, не всегда понимаем масштаб. У некоторых людей нет даже компьютеров. Они пользуются обычным телефоном. И динамика роста. Буквально в скором времени можно ожидать, что половина пользователей ваших будет с мобильных устройств. 21 число Google ограничил выдачу, если так можно сказать, а вернее изменил правила сортировки сайтов таким образом, что первыми стали выдаваться те ресурсы, которые лучше и правильнее адаптированы для мобильных устройств. И это один из графиков одного из клиентов. Я оставил один из проектов для тестов без мобильной версии сайта, то есть он не имел ни адаптивного дизайна, не мог отображаться на мобильных устройствах, не проходил тесты Google. После 21 числа весь трафик, который шел с Google, фактически скатился на ноль. Ну, на самом деле, мы пригласили Андрея из офиса компании Google в Ирландии. Андрей должен быть с нами на связи. Давайте мы его подключим и зададим ему вообще каверзный вопрос. Почему все это происходит? Андрей, мы вас видим. Да, добрый день. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Коллеги, будьте добры, представьте нам презентацию. Я надеюсь, сейчас все у нас получится. Вообще, мы первый раз экспериментируем с таким сценарием. Андрей, вам слово. Ну что ж, всем добрый день еще раз. Действительно, очень приятно принять участие в этом экспериментальном формате. Не будем долго задерживаться. Меня зовут Андрей Липацев. Я работаю в команде качества поиска Google. Занимаюсь тем, что общаюсь с создателями контента. Пытаюсь им рассказывать какие-то интересные и полезные вещи. И сегодня хотел бы по просьбе коллег немножко затронуть тему того, да, зачем мы внедряем те изменения, которые мы внедряем. И, собственно, что делать вам, пользователям Google, создателям контента, но и пользователям, клиентам, потребителям продуктов Bittrex. Коллеги упоминали уже сейчас и половину, и 41%, и конкретный пример сайта. Подброшу вам еще пару цифр, которые, может быть, добавят вам контекста для того, почему сейчас уже в какой-то мере... Ну, не то чтобы поздоров, уже давно пора заняться подготовкой своего ресурса к приему мобильных пользователей. По миру, а Google собирает пользователей, трафик, клиентов по всему миру, нас давно уже перестал волновать этот вопрос. Это стало очевидным фактом еще в прошлом году, если не в позапрошлом, что большинство пользователей Google используют смартфоны, заходят в поиск смартфонов, используют другие продукты Google со смартфонов, и мы, как компания, прилагаем огромное усилие для того, чтобы максимальное количество наших ресурсов сейчас привести в соответствие ожидания наших пользователей. Иногда в России мы слышим аргументацию, в частности, в отношении того, как люди пользуются поиском, а затем, как они используют сайты. Так вот мы слышим, что недостаточно людей заходят на сайты со смартфонов, чтобы оправдать инвестиции в это. Какие-то цифры вы уже слышали, мы тоже провели исследование. Уже 13% россиян, и вы вдумайтесь в это, не просто заходят в интернет, а чаще заходят в интернет со смартфона. По миру цифры показывают, что более 70% людей используют смартфон для поиска в интернете, даже при наличии рядом другого устройства, в частности, десктопного компьютера. То есть они предпочитают использовать смартфон не только в условиях, когда у них нет больше никакого другого способа доступа, а предпочитают его даже тогда, когда эти способы есть, но им действительно этот смартфон кажется более удобным, простым и полезным. Почти половина россиян, по нашим данным, уже используют смартфоны. Возможно, больше. Эта цифра будет, я думаю, только расти и меняться каждый день. Мы можем просто свыкнуться к тому, что почти половина от всего населения использует смартфоны, от мала до велика во всех регионах. А если же мы с вами будем говорить о целевых аудиториях коммерческих проектов или даже некоммерческих проектов, определенной демографики по возрасту, а тем более по географическому положению, то здесь наверняка эта цифра окажется еще выше. И в частности, наши исследования показали, что одна из самых ключевых демографик, демографик людей, которые не просто используют интернет, но и доверяют ему, готовы совершать в нем свои покупки, готовы оставлять там свои данные, готовы совершать какие-то дальнейшие действия. Так вот, четыре пятых из них уже используют смартфон. То есть, по сути, большая часть самого активного населения предпочитает смартфоны для работы? Абсолютно. Мы не можем здесь, на основании данных, говорить об их предпочтениях, не будем утверждать, что они прямо его предпочитают. Мы можем говорить о том, что каждый, собственно, четыре из пяти смартфон используют для выхода в интернет. Они там уже есть. То есть, это уже не какая-то экзотика, это не только то, что там у них на Западе, это реальные наши с вами соседи, коллеги. Собственно, вот я сейчас аудиторию не вижу, потому что смотрю на свои собственные слайды, но если я вас прошу, прошу поднять руки, вот коллеги вас просили, позаниматься гимнастикой, кто из вас пользуется смартфонами для выхода в интернет? Коллеги, мне кажется, не осталось ни одного человека. Вы видите как, да? То есть, у нас просто с вами такая немножко... Они сразу стали от маски говорить, что мы специфические, на нас нельзя экспериментировать. Ну, а на ком вы собираетесь экспериментировать, если они друг на друге? Вы же и есть, естественно, конечно, остальное население подтягивается, но вы же те, кто совершают покупки в интернете, вы те, кто оценивают качество ресурсов, вы те, так называемые, ранние адоптеры, за которыми идет остальное население. И если не ориентироваться на вас, то на кого ориентироваться? Поэтому мы ввели 21 апреля изменения в то, как мы ранжируем сайты, как уже сказали коллеги. Мы будем стараться поддерживать и помогать страничкам, которые правильно и хорошо работают на мобильных устройствах. Но надо заметить, что на самом деле мы эти изменения начали вводить довольно давно. Мы уже много месяцев назад, уже скоро полгода, наверное, как ввели в своей выдаче отметку для мобильных, которая показывается для страниц, которые оптимизированы. Если вы читаете Инопрессу, может быть, обратили внимание, что уже другие поисковые системы начали следить по нашим следам и делать то же самое, осознав, насколько это важно. Мы объявили об внедрении этого изменения заранее и дали возможность подготовиться, но не просто возможность и время, а дали еще массу инструментов, часть из которых я сегодня упомянул. Но остановимся коротко о том, что мы видим, собственно, что для Google значит на данный момент страница, оптимизированная для мобильных устройств и для мобильных пользователей. Мы сейчас используем в процессе определения адаптированности страницы четыре основных критерия. Это настройка, сам факт настройки зоны просмотра или, иначе говоря, вьюпорт. Факт того, что ширина контента не превышает настроенный вьюпорт, то есть у вас нету картинок или текста, где задана ширина неизменяемая больше, чем вьюпорт. Размер шрифтов и размер активных элементов, то есть ссылок и кнопок. Четыре базовых очень простых вещи, но надо помнить, что мы сами постоянно учимся. Мы сейчас смотрим на результаты того, как у нас получается, и будем что-то менять, адаптировать, добавлять, убирать и так далее. Уже какое-то время, еще до этого обновления, мы, например, смотрим на наличие на сайте, на странице плагинов, в частности, флэш, других каких-то вещей, которые на мобильных устройствах не поддерживаются, браузерами мобильных устройств не исполняются, а следы абсолютно бесполезны для пользователей мобильных устройств. Такие страницы мы тоже уже давно стараемся не показывать. Фактически можно их отнести тоже к этим критериям. И так далее и тому подобное. Здесь, на самом деле, если вы будете подходить к этому логически и смотреть на свой опыт пользования интернетом с мобильного телефона, вы сразу поймете все наши критерии. Если страничка удобна, проста, красива, хорошо работает, несет нужную информацию, мы будем стремиться всеми силами именно такие странички показывать. Как это сделано технически? Нам абсолютно все равно, чтобы у вас не возникало вопросов. Вы можете создавать отдельный сайт, платить два раза за хостинг, если хотите, или делать это где-то на субдомене, в папке. Вы можете внедрять динамический показ. Вы можете внедрять адаптивный дизайн, который мы любим больше всего, потому что он позволяет вам снизить долгосрочные расходы. Но на самом деле мы любим не в том смысле, что даем ему какие-то предпочтения, а просто он нам технически нравится, но не имеет ни один из этих вариантов никаких преимуществ. В частности, мы очень хорошо понимаем, что большинство создателей контента, не знаю, большинство ли, но огромное их количество, используют готовые решения. И в частности, в России очень многие используют готовые решения от Bittrex. И мы знаем, что у Bittrex, у других систем есть уже предложения отличные, проработанные, продуманные. В наших ресурсах для разработчиков вы найдете раздел, посвященный тем, кто использует готовые решения КМС. И в частности, там сейчас висят еще не обновленные, но мы в скором времени разместим обновленные инструкции от Bittrex. О том, что сделать, как проверить, как все работает у вас сейчас, и что сделать для того, чтобы в 2-3 простых шага ваш ресурс был подготовлен для приема мобильных пользователей. Я не успеваю вам сегодня очень быстро рассказать обо всем, что нас спрашивают, о всех потенциальных проблемах, с которыми мы сталкиваемся. У нас, мы недавно на нашем блоге на Хабрахабре опубликовали часто задаваемые вопросы. И можете найти их вот по этой ссылке. И плюс в инструменте для тестирования, который я вам сейчас покажу, у нас их на самом деле 3. Так вот, в первом из них, который находится по адресу g.com.mobilefriendly, это же и адрес всего нашего сайта для разработчиков, для создателей контента, посвященного этой тематике. Там же вы найдете секцию для тех, у кого сайты построены на КМС. Там, в частности, вы найдете документацию от наших коллег из Bittrex. Так вот, вернемся к тому, что мы предоставляем вам 3 инструмента, при помощи которых вы, собственно, можете проверить, какова сейчас у вас ситуация. На самом деле инструментов 4, да, и один из них есть уже у каждого из вас, это ваш собственный смартфон. Возьмите свой сайт, откройте его, посмотрите, как он сейчас работает. Довольны ли вы им сами? Довольны ли вы, довольны ли им ваши знакомые, ближайшие, я не знаю, сосед ваш сейчас, который рядом с вами сидит? После этого зайдите на J.com Mobile Friendly, забейте туда несколько страничек своего сайта, посмотрите, что получается. Все ли соответствует вашим ожиданиям? Видит ли Google Bot, видит ли Google ваши страницы так же, как видите вы? Зайдите в инструменты для мастеров, посмотрите наш отчет. Там, где сгруппированы все страницы, на которых обнаружены те или иные ошибки. Вы там можете из этого отчета каждую страницу проверить отдельно, получить конкретные рекомендации. И, наконец, в инструменте PageSpeed Insights тоже есть раздел, посвященный опыту пользователя с подробными техническими рекомендациями о том, что и как можно изменить. Помните о том, что эти рекомендации даются в максимальном объеме. Это не значит, что их прям все от первой до последней необходимо реализовывать. Это значит, что вам имеет смысл обратить на них внимание, а потом решить для себя, какие из них для вас имеют смысл, какие наиболее приоритетные. Две вещи, которые я хотел бы для вас сегодня обязательно донести, подытоживая свой рассказ. Пройдите тест на мобильный своего сайта. Убедитесь, что у вас уже все работает хорошо. Я надеюсь, что учитывая, что вы пользуетесь одной из наиболее популярных, одной из лучших систем управления контентом в России, у вас все действительно уже работает хорошо. Если вдруг нет, если ваш разработчик, если вы еще не занялись этим, не обновили себя до последней версии, то задумайтесь о том, сделайте себе план, чтобы это сделать. И разрабатывая этот план, постарайтесь избежать уже известные грабли, которые описаны в наших часто задаваемых вопросах, в нашей документации. Посмотрите, от чего мы вас предостерегаем, что мы рекомендуем делать, а что рекомендуем не делать. Если у нас с коллегами есть время, я с удовольствием отвечу на пару ваших вопросов. Ну а в противном случае мы всегда рады слышать и видеть ваши вопросы в нашем сообществе для обмастеров, в Google+, на нашем форуме для обмастеров. Так что заходите, мы будем всегда очень рады. Андрей, спасибо большое. К сожалению, у нас нет времени на вопросы. Благодарю вас за подробную, детальную информацию. Давайте поблагодарим Андрея за выступление. Спасибо вам. Спасибо. Будем на связи. Да, на связи. Всего доброго. Всего доброго. Вообще замечательно прошел эксперимент. Похоже, нам можно практиковать. Спасибо Андрею за подробности и за детали. Мне кажется, нам еще раз удалось объяснить вообще значимость и то, как рассуждают компании, вообще вводя подобные ограничения. И с большой вероятностью можно говорить, что эти изменения обязательно будут наверняка и в других системах. Соответственно, нужно заниматься этим вопросом. И мы представляем ваш, наш список изменений и тех действий, которые вам необходимо сделать для того, чтобы сделать свой сайт соответствующим мобильному рынку. Долгое время, как упоминалось уже, будем немножко спешить, создавали несколько проектов. Мобильную версию, десктопную версию, но следить за ними сложно. И, как Андрей упомянул, адаптивные версии, наверное, самый продуктивный, самый быстрый вариант, который мы сегодня вам и рекомендуем. Мы представляем вам новый дизайн интернет-магазина, который разработан и создан уже по другой технологии, созданный с адаптивной версткой, единой универсальной. Отображение будет одинаковым как на экране вашего персонального компьютера, так и на мобильном телефоне. Извините, к сожалению, да, с вашего разрешения завершим эту презентацию. У нас нет возможности показать вам весь интернет-магазин. Он очень сильно изменился не только по дизайну, но и по логике работы. И мы считаем, что он даст значительно лучше параметры по конверсии. А это небольшой ролик, который показывает его поведение в разных типах мобильных устройств. Мы показываем отображение на дизктопах, то есть экраны компьютеров у всех разные, соответственно, экран компьютера должен подстраиваться, вернее, сайт должен подстраиваться под тот экран, который показан на экране вашего компьютера. Также можно посмотреть и на мобильном телефоне. Инструменты текущие позволяют это сделать. Вот мы в Гугле перешли на iPhone 6 Plus, смотрим, как выглядит сайт на нем. Давайте выберем еще один из телефонов, который достаточно развито на нашем рынке. Это устройство от Samsung. Сайт тоже прекрасно выглядит. Все элементы магазина адаптированы под работу в тачскрин и, соответственно, подготовлено правильное отображение. Наверное, с точки зрения разработчиков очень важно услышать, что мы перешли на единый фреймворк, и это Bootstrap 3. И теперь интернет-магазин выпускается на Bootstrap 3, и мы в дальнейшем будем имплементировать эту технологию для работы внутри всех наших продуктов. Мы знали, что это произойдет. На самом деле, об этом много просили. Мы действительно считаем, что это снижает себестоимость поддержки, разработки и сопровождения в дальнейшем проектах. Используйте этот шаблон интернет-магазина для того, чтобы посмотреть, как вообще это устроено и как легко производить. Следующее действие, которое необходимо произвести для выполнения требований Google. Включите сжатие и объединение JavaScript и CSS. Всего несколько элементов уменьшат количество включаемых элементов и значительно уменьшат их размер. Мы не просто их объединяем теперь в один большой файл, мы научились минифицировать и поставляем минифицированные файлы ядра непосредственно в продукте. И свершилась еще одна большая победа. Вообще спор был не один час, когда мы обсуждали, возможно ли это сделать. Есть такое странное требование у Google – перенесите JavaScript вниз страницы. Но это фантастически сложно, и даже не только. Своё-то мы легко готовы были перенести, но мы знаем, что у вас внутри всего контента, всего текста масса JavaScript, и это огромная работа переделать. И мы сделали, на первый взгляд, одну единственную кнопочку, которая экономит огромное количество сил. Если вы включите, переместите весь JavaScript в конец страницы, мы переместим туда не только наш JavaScript, но мы найдем и ваши включения, найдем их непосредственно в теле всей страницы, соберем и в правильном порядке поместим вниз страницы. Но, к слову сказать, даже Bittrex24, сключенная этой кнопкой, не пришлось переделывать. А уж там огромное количество JavaScript непосредственно по всему продукту. И это прямо фантастическая победа. Вы сможете выполнить требования Google в полном объеме. Автоматическая оптимизация изображений. Ну вот с этим, казалось бы, совет всегда один. Оптимизируйте изображения. Но вы знаете, даже у нас от 2.4 до 1.9 в полтора раза сервис теперь оптимизирует изображения. Мы составили несколько цифр, я сейчас о них еще подробнее расскажу. Теперь модуль ускорения сайта 2.0, мы выпустили его обновление. Это наш стройный CDN. Помимо того, что он ускоряет доставку контента и содержит там больше 50 точек по всей стране и миру, теперь он выполняет еще несколько функций. Он сжимает JavaScript и CSS, который не наш, а который ваш. Плюс он автоматически сжимает картинки, оптимизирует их без потери качества. И теперь он еще и поддерживает SSL. Мы выполнили все требования, которые необходимы были. И вот пример нашей страницы. Ну, неловко говорить, но я решил, что мы только на себе это можем показать, чтобы сказать, что вообще на самом деле обычно так дело и обстоит. Главная страница. В полтора раза на 33% уменьшилась после включения всех опций и ускорения сайта. 20%, 25% — это вот несколько примеров страниц. И это означает, что эти изображения можно было ускорить, уменьшить, JavaScript и другие элементы. Таким образом собирается целый набор, который нужно выполнить для соответствия требованиям Гугла. Вам нужно сделать адаптивную верстку вашего интернет-магазина или сделать мобильную версию сайта. Вам нужно включить объединение и сжатие GSS и CSS. Вам нужно включить ускорение сайта в 2.0, чтобы произошло сжатие сторонних GSS и CSS. И оптимизировались картинки. И самое главное — это перенести GSS скрипты вниз страницы. И вы точно пройдете тест от Гугла. На самом деле зачастую не все требования нужно выполнять. Но как бы цель — попасть в зеленую зону, не находиться в зоне риска. И многие магазины или проекты рассуждают так. Ну, все не хочу менять, мне там почему-то это кажется оптимальным, а это нет. И они выбирают только те параметры, которые достаточны для прохождения теста. Теперь это достаточно. И, в общем, легко пройти. И мы рекомендуем нашим партнерам написать и представить у себя на сайте отдельную услугу. И по адаптации интернет-проекта под мобильное устройство. И вообще по подготовке, прохождению тестов. Коллеги, спрос прекрасный и большой. Более того, большинство клиентов к нам обращаются, говорят, что нам надо сделать для того, чтобы... Там большинство вещей можно включить, но все-таки правильнее, если вы проведете весь этот цикл. Не стесняйтесь и представляйте соответствующие услуги клиентам. Завершая, наверное, подводя некоторый итог вот этой части пресс-конференции, я бы хотел отметить перечисление тех инструментов, которые позволяют увеличить конверсию и вообще качество работы вашего интернет-магазина. Удобный и понятный сайт, который можно теперь проверить в АБ-тесте. Для адаптивного дизайна готовый шаблон магазина и переход на бутстрап. Причем, подчеркну, мы перешли и компонентами, которые вам не придется пересобирать или переделывать. Мотивируйте клиентов к совершению дополнительных покупок через триггерные рассылки. Автобюджет для эффективной работы с контекстом. Персонализируйте свой интернет-магазин через сервис Big Data. Каждый раз буду говорить про композит. Важная и очень важная технология и для поиска, и вообще для скорости отображения. Мониторьте вашу конверсию через пульс конверсии. И целый ряд инструментов для работы вообще с контентом, потому что SEO в основном перемещается непосредственно на сайт. Давайте пройдем по элементам, которые ожидали от нас клиенты, и перечислим, потому что для вас это будет очень важно, для тех, кто работает с продуктом каждый день. Много важных дополнений по умному фильтру. Мы поддержали СКУ в умном фильтре. Это наконец-то случилось. Об этом нас очень просили. Поддержка даты календарей, возможность выбрать по датам. Клиенты часто используют умный фильтр для создания специальных разделов. Они выбирают некоторые характеристики товаров, и мы теперь в ЧПУ пишем эти характеристики человекопонятными словами. То есть этот URL будет вставлен как элемент меню и будет показывать конкретную страницу. Вот за ЧПУ еще до выпуска нам говорили огромное спасибо, потому что зачастую, используя умный фильтр, выбирают, например, среднюю ценовую категорию и ставят эту ссылочку в пункт меню. Нижнюю, высокую ценовую категорию. И, по сути, уже готовый предустановленный фильтр, правильно индексируемый, и все работает. Мультивалютность, подсказка к свойствам, вы оцените обновление умного фильтра. К счастью, мы выпустили управление заказами. В прошлый раз мы анонсировали, но по ряду технических проблем нам пришлось задержать выпуск с возможностью разделения, отгрузки по частям, менеджер заказов. Очень важный, функциональный, большой блок. Интернет-магазины оценят изменения. Продолжаем изменения в местоположениях. Улучшился поиск, он стал более интеллектуальным. В выпадающем списке появится возможность поиска, что даст вам быстрый поиск нужных местоположений. Сделали удобно. Идем дальше. SEO. Вообще, по большому счету, нужно говорить уже немного о другом формате SEO, не о том, к которому мы привыкли. Но мы решили, что в этом продукте нужно убрать все замечания, которые еще оставались к нашей платформе. А именно, мы существенно упростили работу с ЧПУ, и теперь правила по созданию будут создаваться не руками, а автоматически вам будет значительно легче. Если ваш контент находится в разных директориях и ведет на один конкретный детальный указатель по товарам. Товар привязан к нескольким категориям товаров. То теперь появилась возможность указать каноническую ссылку для данного товара, соответственно, вы попадете под требования Google. ЧПУ в умном фильтре мы уже представили. Хлебные крошки прошли валидацию в Google, и вы можете их использовать, не боясь, что вас будут пессимизировать. Вместе с микроразметкой. Время последней модификации страницы, особенно для элементов каталога, когда дата ставится, например, от карточки изменения товара. Обновили описание товара, нужно поисковику правильно сказать, что дата модификации правильная. Для инфоблочных компонентов вы можете указать 404-ю страницу, она может быть необычной и может быть вашей. Те, кто занимаются SEO, я думаю, сейчас прыгают отчасти, потому что мы решили целый ряд задач внутри проекта, которые были им необходимы. Продолжается каждый релиз обновления модуля интеграции с 1С. Помимо тех конфигураций изменений решений, которые мы выпускаем, вышла новая версия. Нам пора уже было упростить и сделать интерфейс внутри 1С лучше и понятней. Он принципиально переработан, потому что он был историческим таким неким нагромождением. Сейчас он стал понятным, логическим, аккуратным интерфейсом. Для тех, кому необходимо скидки выгружать из 1С, в интернет-магазин появилась такая возможность. Чаще всего у нас это запрашивают компании мультиченел, или как это у нас правильно говорят, многоканальных продаж, когда оффлайновая акция точности повторяется в онлайне, и как раз выгрузка скидки из 1С в интернет-магазин была одним из препятствий, которое мешало. Ну и вышел модуль обмена с 1С ERP 2.0. Этот флагманский проект компании 1С очень активно развивается, и чаще всего нас его спрашивают для интеграции с 1С BITREX Enterprise редакцией. Новая версия получила номер 5.0. Скачивайте, используйте ее по этой ссылочке. Ну что ж, свершилось. Свершилось, выходит новый визуальный редактор. И он станет совсем новым, и он станет по умолчанию в продукте. Вообще удивительно, на сегодняшний момент чаще всего даже не пишут текст, а берут его с биржи, копируют, вставляют. И, конечно, отдельный вопрос был – это правильная чистка, правильное форматирование, чтобы вы больше не мучились с этим перекопированием, текстом, уничтожением лишних атрибутов или других элементов. Здесь немножко сценариев демонстрируют коллеги, показывая, как производится и обработка текста, как происходит оформление его. Но причем вы работаете теми стилями, которые есть на сайте. Все это создает комфортную ситуацию, вообще комфортную работу с контентом на сайте. Для разработчиков есть возможность добавлять свои какие-то контентные элементы, ставить им заголовки на русском языке или на нужном языке, и они будут отображаться у ваших клиентов. Вообще очень рад, что проект этот вышел. Вообще достаточно давно мы занимались тестированием его, и нам удалось решить целый ряд основных моментов, из-за которых нам, в общем, говорили. Ну вот, все у вас отлично, но с визредактором вашим тяжеловато работать. Мы уверены, что теперь так больше не будет. Рефакторинг, редактор фотографий. Каждому контентному или не только контентному проекту необходимо загружать для элементов какие-то фотографии. Их обработка занимает очень большое время. Мы попробовали сделать это намного удобнее и намного гибче. На видеоролике мы вам покажем, как делается обработка фотографий. Мы выбираем какую-то конкретную фотографию, мы можем ее обрезать, можем выбрать нужную область, можем задать какой-то пресет кадрирования, можем указать для главной один пресет, для второстепенных страниц какие-то другие. Вообще все это теперь в составе продукта и оптимизирует изображение под онлайн, так как это необходимо. И для того, чтобы понять вообще, что мы сделали все правильно, мы устроили внутри компании соревнования. Наш дизайнер обрабатывал пять фотографий в фотошопе, а Юра загружал эти фотографии непосредственно, используя наш редактор. И вы знаете, вообще изначально ответ дизайнер был, добыть не можешь, чтобы вы быстрее меня обработали. На самом деле вот этот сценарий в реальном режиме, обработанные фотографии размещены и подготовлены. Все было готово на несколько порядков, наверное, быстрее, чем он еще не успел обработать эти фотографии в фотошопе, открыть, когда они были уже готовы, размещены непосредственно в продукте. Ну что ж, основная продуктовая часть закончена, и мы переходим, наверное, к сервисной части и к очень интересным новинкам. Защита от ДДОСа. Я приглашаю на сцену Андрея. Прошу. Микрофон, я должен вас вооружить. Представьтесь, чтобы снять загадку. Андрей Бондаренко, компания Куратор Лабс. И мы хотели сегодня поговорить о ДДОС. Есть такое ругательное слово. Я думаю, что многие из вас, слушая новости, иногда могли услышать, что сайт перестал работать или в результате хакерской атаки, или в результате ДДОС-атаки. Я думаю, что многие уже могли и столкнуться с ДДОСом. Что такое ДДОС? ДДОС – это злонамеренная атака на сайт, злонамеренное исчерпание ресурсов сайта. Чаще всего это выглядит как генерация огромного количества мусорных запросов, которые исчерпывают ресурсы сайта, ресурсы базы данных, ресурсы канала. В общем, сайт либо полностью перестает открываться для конечного клиента, который пришел туда, например, за покупкой, или он работает неполноценно. Например, не отображается статика, не загружаются скрипты, что-нибудь еще. В любом случае, сайт теряет деньги, потому что пользователи не могут покупать, сайт теряет позиции в поисковой системе, хуже индексируется, и сайт блокируется тайварными агрегаторами. Например, Яндекс.Маркет отключает магазины по тайм-аут судении, и они больше там не появляются. Вообще похоже на некий инструмент конкурентной борьбы в современных условиях. Да, мы наблюдаем такие вещи, особенно в высококонкурентном бизнесе, где, например, продажи очень привязаны к дате. 14 февраля, 8 марта мы защищаем всех цветочников, в декабре мы защищаем всех дедов морозов, ну и так далее, можете себе представить. Это очень сильно завязано на цену DDoS-атаки. Это такой черный рынок. Да, от нескольких десятков долларов за атаку на простой сайт на шарид-костинге до десятков тысяч долларов на масштабную подготовленную атаку на сайт уровня федерального ритейлера. Но за 50-100 долларов типичный сайт на типичном Linux с типичным Apache, PHP, его можно положить. И у нас на нашем сайте написано, примерно из чего состоит цена DDoS-атаки. Там нет никакого Rocket Sense, там нет никаких больших затрат для атакующей стороны. Что мы предлагаем? Мы, Куратор Labs, технологический лидер в деле защиты от DDoS-атак и в деле фильтрации трафика. Мы используем сеть фильтрации, географически распределенную и очень мощную для фильтрации трафика наших абонентов. Фильтруем не только на DDoS-атаки, но и на хакерские атаки. Мы можем надежно и недорого обеспечить доступность вашего сайта для ваших клиентов, чтобы вы не теряли деньги ни на минуту простаивая. Чтобы ваш магазин всегда был для них доступен. Наши клиенты, можете видеть их здесь. Насколько я знаю, далеко не все. Далеко не все, даже далеко не самые крупные. Например, здесь нет у Эльдорадо того же самого. Здесь банки, платежные системы, новостные ресурсы, агрегаторы, торговые площадки. И многие сайты, которыми вы пользуетесь, например, Хабра-Хабра, они стоят под нашей защитой уже давно. Вообще, на самом деле, защита от DDoS-а это действительно сложнейшая технологическая задача. Это нужно иметь распределенную сеть, специальное оборудование. И нельзя обеспечить эту задачу даже на уровне провайдера, потому что весь этот трафик надо уничтожать до подхода иногда к дата-центру. Прошу дальше. Какую задачу мы хотели решить? Как это часто случается, снег зимой всегда неожиданность. Вот так и с DDoS-ом. Когда он происходит, первое, что происходит со всеми без исключения, первые часы или дни проект не работает. Почему? Потому что это неожиданность. Никто заранее не заключает договор, никто не решает задачи. И мы считаем, что вообще должны представить универсальную защиту, которая могла бы обеспечить именно вот этот переходный этап. И вместе с компанией Куратор мы обеспечиваем для всех клиентов, один из Bittrex, 10 дней защиты от DDoS под атакой. Непосредственно внутри продукта будет страница с инструкциями, как переключить трафик вашего сайта, чтобы он проходил уже через компанию Куратор и возвращался к вам уже очищенный от DDoS. Если атака случится, вы можете переключить, и у вас будет 10 дней на то, чтобы либо отбить эту атаку, либо заключить долгосрочный договор на постоянную защиту. Спасибо вам большое, коллеги, что услышали нас и услышали потребности клиентов. Я надеюсь, что все получится замечательно. И вы в том числе заключите следующие долгосрочные договора. Кстати, когда мы общались, коллеги говорили, что у них достаточно много клиентов на Bittrex. То есть это обычная реальная ситуация с коммерческими проектами. Ну что ж, почти-почти мы близки. Буквально в качестве анонса. Веб-акселератор для один из Bittrex. Enterprise. Это программный продукт. Пока это не сервис. Это отдельный программный продукт, который ставится на выделенный сервер. Его основная задача – ускорять доставку контента в нужные регионы без создания отдельных дата-центров. В основном он предназначен для компаний, которые занимаются географической территориальной экспансией или расширением проекта. Мы не будем сейчас детально об этом рассказывать. Те, кто будут заниматься и вообще работать с Enterprise-редакцией, обратятся для получения подробных инструкций. Ну и в завершении. Мы анонсировали нагрузочное тестирование. Вообще это всегда челлендж. Всегда ответ на вопрос. А сколько вы можете? Последний тест мы делали в 2010 году. Мы брали обычное оборудование. Тогда это стоило 5000. У компании Мастерхост, обычный сервер. Брали редакцию бизнеса. В общем, каталог, правда, был тогда маленький. Всего 116 товаров. Тут демокаталог, который шел в поставке. Но, тем не менее, мы тогда получили 8,5 миллионов хитов на этом сервере. 13 тысяч заказов. Но, правда, 21 тысяча уникальных пользователей. И мы решили, что нужно изменить эту ситуацию. Нужно провести масштабный тест в текущей ситуации с каталогом на 100 тысяч наименований. И это, в общем, большой каталог. Сегодня такая номенклатура соответствует Евросети, Эльдорадо. И мы должны были проверить не просто один сервер, а один, два и четыре сервера. И мы решили, что проведем этот тест вместе с компанией IT-сумма, с компанией Selectel, которая любезно предоставила нам оборудование, дата-центры. А вообще, это большая нагрузка, чтобы создать достойный уровень нагрузки на проект. И мы использовали Яндекс.Танк. Есть такой инструментарий у компании Яндекс для создания специализированной нагрузки на интернет-проект. Я приглашаю Женю Потапова. Это генеральный директор компании IT-сумма. Здравствуй, Жень. Я очень рад тебя видеть. И хочу вообще сказать, что компания IT-сумма специализируется исключительно в системном администрировании. Они не делают сайты. Вот такой у нас есть партнер теперь, который впервые получил компетенцию системное администрирование. И в том числе выполняет для нас аудит производительности проектов на платформе. И мы как раз обратились к ребятам для того, чтобы провести нагрузочное тестирование наших проектов. Расскажи, пожалуйста, что получилось. Нашей задачей было протестировать 1S Bittrex в стандартной коробочной редакции управления сайтом и в версии Enterprise на одном, на двух, на четырех серверах. И что главное, нужно было заполнить каталог товаров реальным количеством товаров. В данном случае было порядка 90 тысяч. И создать на них нагрузку, реалистичную с той нагрузкой, которую получает интернет-магазин. В нашем сценарии порядка 60% пользователей ходили по каталогу незарегистрированными. Порядка 37% пользователей ходили по каталогу с использованием смарт-фильтра, поскольку это более тяжелый процесс. И порядка 3% пользователей, это конверсия, о которой мы говорим, клали товар в корзину и совершали заказ. На одном сервере за тест длиной 24 часа, каждый тест принципиально проводился 24 часа, мы получили около 15 миллионов просмотров страниц, которые совершили порядка 777 тысяч уникальных посетителей. Это большая нагрузка даже для большого магазина. А заказов было совершено 30 тысяч. Вообще, чем я очень горжусь, что несмотря на такую фантастическую нагрузку, при включенном композите скорость отдачи, время отклика для сайта, когда отдавалась полностью готовая контентная страница с карточкой товаров или главная, не превышала 9 миллисекунд. И это фантастический результат, который обеспечивал нам композит. Нам было важно проверить не только производительность системы, но и ее масштабируемость. На двух серверах мы уже получили порядка 23 тысяч просмотров страниц и 46 тысяч заказов, а на четырех серверах мы получили 46 тысяч страниц просмотренных, 46 миллионов страниц просмотренных и 93 тысячи совершенных заказов, которые совершили 2 миллиона 400 тысяч уникальных посетителей. И при этом время отклика сохранилось на 30 миллисекунд и на 40 миллисекунд для предоставления полной контентной страницы. Вообще, прекрасный результат удалось получить. Насколько я понимаю, Жень, вы представите подробный отчет вместе с конфигурационными файлами, чтобы партнеры, которые будут заниматься развертыванием или подготовкой систем к большим нагрузкам, могли использовать эти конфиги и вообще отчет для оптимизации своих систем и вообще подготовки проектов. Да, по сути, каждый человек может взять те же самые тесты, те же самые сценарии и прогнать как коробочную версию, так и сравнить свой сайт с тем, что можно получить. Ну и впервые мы сделали масштабируемое проекта в кластерной конфигурации. И самый важный, наверное, показатель, что коэффициент не падает с масштабированием. То есть от двух до четырех серверов мы, по сути, получили двойное увеличение по масштабированию. Это очень важный для нас момент. Мне говорят, ты принес нам сертификат. И мы решили устроить передачу этого сертификата непосредственно на сцене. Спасибо большое. Вообще все три сертификата мы опубликуем. И интерпрайз-клиенты, и вообще крупные компании зачастую спрашивают, можно ли нам получить сертификат и вообще какие цифры нужно использовать для принятия решения. Женя, спасибо большое. Всегда очень приятно с вами работать. Так, ну что ж, коллеги, мы пришли к завершению нашей презентации. Я, наверное, перечислю, чтобы окинуть взглядом все, что мы выпустили. Пульс конверсии, АБ-тестирование, бизнес-модель интернет-магазина, автобюджет, триггерные рассылки, новые технологии для бигдаты, все технологии, которые необходимы для соответствия мобильным клиентам, да и вообще переход на бутстрап и изменение принципа верстки – это большое изменение для нашей компании. Да и для вас, я уверен. Изменения по интернет-торговле, по SEO, по интеграции с 1С. Чудо с визуальным редактором, редактирование и загрузка изображений, веб-акселератор и защита от DDoS. Прекрасный, комплексный, мне кажется, очень понятный релиз. Причем иногда нас критиковали, что вы делаете релизы в основном для интернет-магазина. Я бы, наверное, не сказал, что этот релиз для интернет-магазина. Я думаю, что он в целом для большинства клиентов подойдет. Цены не меняются. Все остается так же, как на сегодняшний момент. Когда все выйдет? Как всегда, это один из самых сложных вопросов. Но внутри мы решили, что мы завершим производственный цикл до 30 июня. В течение этого месяца мы планируем выпустить альфа-версию для партнеров. Это самое ближайшее время. Вообще, наверное, отмечу, что ряд функционала уже доступен. И по SEO, и по другим элементам. И в зависимости от того, как он готовится отделом тестирования, мы будем отдавать его непосредственно сначала в бету, потом клиентам для тестирования. Новый интернет-магазин мы планируем в 15 июня с адаптивной версткой и целым рядом других вещей. И, собственно, до 30 июня мы рассчитываем завершить производственный цикл. Ну и в завершении я бы хотел вам показать всех героев, всех сотрудников нашей компании, которые работали над этим релизом и вообще работали в течение этого сезона. Мы выпустили прекрасный большой релиз Bittrex 24. Мы завершаем и выпускаем до конца июня производственный цикл. Вы знаете, они у нас полугодовые. Мы завершаем выпуск управления сайтом. Будут, я думаю, что каникулы. А потом мы начнем производственный цикл следующий. Для того, чтобы осенью представить вам следующий релиз. Я бы, наверное, попросил вас поблагодарить всех наших сотрудников, потому что они смотрят этот релиз, смотрят их в онлайне. Коллеги, большое вам спасибо. Мы готовы перейти к вопросам. Сергей, вопросы в онлайне. Прошу вас, задавайте вопросы здесь, пока ребята готовят. Юр, наверное, твое участие нам потребуется. Давайте мы поставим слайд с составом нового релиза. И мы готовы отвечать на ваши вопросы. Сереж? Давайте я тогда из онлайна задам парочку. Про АБ-тестирование. Два вопроса. Не озвучено было, будет ли показатель среднего чека для АБ-тестирования, для тех или иных шаблонов. По-моему, он сейчас не выведет. Средний чек не выводится, но его можно легко посчитать. Там выводится цифра заказов, количество заказов. И выводится. Вообще, если потребуется, можем вывести, потому что все данные для этого есть. И, опять же, к вопросу о не только интернет-магазинах, будет ли информация о времени нахождения, проведения пользователя на странице при АБ-тестировании? На сегодняшний момент, по-моему, нет. Такой статистики нет. Мы все-таки шли немножко другим путем. Такую статистику может получить любой счетчик, который можно использовать? Нет, нам с точки зрения АБ-тестирования это может понадобиться. Но давайте попробуем начать тесты, запустим АБ-тестирование и будем ориентироваться вообще на то, что важно. Потому что, в принципе, мы можем получить подобные данные из счетчика, скорость сайтов, ну и вообще внутри. Появится еще один АБ-тест. Это будет тест увеличения времени нахождения на сайте. Возможно, да, кстати. Пожалуйста, вопрос. Вопрос к Юрию по модулю интеграции с 1С. 1С, со своей стороны, не дает теперь возможности статусы у заказа расширять и увеличивать. То есть оно встроенное. Но есть такое состояние заказа, такой реквизит. Планируется ли состояние заказа передавать в Btricks управление сайтом? Мы выпустили уже обновление, которое исправляет работу с заказами, работу именно со статусами заказов. Оно уже вышло и доступно клиентам. Пока, насколько помню, в бета-версии вы можете скачать и посмотреть. Это в 4-й или уже в 5-й? Нет, это уже вышло клиентам. А, я понял. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Вопрос относительно мобильных клиентов. Будут ли API-методы для определения мобильных посетителей? То есть адаптив это хорошо, но неплохо бы и логику разделять для десктопа и для мобильных пользователей. То есть отображение контента, загрузки, больших изображений и так далее. Ребята добавили в библиотеку определение. Ну, я не знаю, насколько они хотели ее давать именно в сторонний доступ, но я поговорю после возвращения. Может быть, сможем отдать какие-то API-методы, чтобы можно было со стороны тоже проверку делать. А так библиотека у нас будет по проверке. Спасибо. Сереж? Еще один вопрос про АБ-тесты. Тут уже партнеры интересуются на тему оперирования не шаблонами страницы целого, а шаблонами конкретных компонентов. Будет ли такая возможность? Шаблоны мы пока не делали, потому что на любой странице очень часто несколько компонентов. И сложно выделить какой-то конкретный компонент, на котором нужно поменять шаблон. Но мы думали, над этим тестом, скорее всего, выйдет немножко позже. Мы дискутировали над этим вариантом, но казалось, что нужно первое запустить более простые сценарии. Прошу вас. Вопрос по бизнес-модели магазина. Те цифры, которые вводились, они взаимозависимы или нет? Не очень ясно. Да-да-да, они взаимозависимы, если они пересчитываются полностью. Вы можете проектировать и понимать, какой стратегии, каким путем идти, чтобы добиться определенной цели. То есть, в том примере, повышая трафик, у меня автоматически пересчитаются 5 рублей на 7. Все величины будут полностью пересчитываться. Да, это такой реальный режим калькулятора. Но это в режиме прогнозирования. По умолчанию она показывает то, чем вы располагаете на текущий момент. Но рост будет линейный, то есть, там не учитываются разные показатели. Соответственно, все пересчитывается просто по математическим формулам. В смысле, чтобы у меня сразу была такая высокая конверсия? Нет, чтобы исходя из каких-то своих прошлых опытов, да, так сказать, уже свои модели. Мы, опять же, обсуждали этот сценарий, но решили, что пока ставим только дополнительные расходы, как внешнюю часть, а остановимся только на ключевых элементах. Нам кажется, что нужно, чтобы вы поиграли этой цифрой. Нужно, чтобы базовый фундамент, как устроен магазин. Потому что следующий этап нам даже видится не столько в расширении параметров, сколько с работой с ЛТВ. Возможностью анализировать следующие продажи и их влияние на бизнес-модель. Микрофон дай, пожалуйста. В силу работы общаюсь, постоянно продаю решения. Реально это то, что они хотят. Потому что, не видя вообще экономики, они всегда идут слепую. То есть, если им это продавать и показывать, это жирный плюс продукт по опыту. Совершенно верно. Я как раз рассказывал, что очень немногие делают себе экселовскую табличку, в которую крайне редко в формате раз в месяц собирают цифры, чтобы вообще понять, как обстоят дела. Прошу вопроса. Здравствуйте, Пацанов Андрей, компания IDF. Хотел быстренько уточнить, почему было принято. Во-первых, спасибо, все очень круто. Теперь, я надеюсь, исчезнут люди, которые иногда появляются, которые говорят, зачем нам Bittrex такой дорогой, почему бы на Джомли нам не запилить сайт. Сейчас можно просто смеяться над этим вопросом, ну и стараться, конечно, как-нибудь аргументировать. Вопрос вот какой. Почему было принято решение не изменять цены? Почему не изменились? Вы хотели бы, чтобы мы их увеличили или снизили? Увеличили, конечно. Функционал это больше. Вообще повышение цен было в начале этого года, но мы исходим из того, что чаще всего изменение ценовой происходит не из-за изменения функционала, а скорее из-за инфляционных либо других показателей. Поэтому мы в данном случае считаем, что продукт со временем должен становиться более функциональным. Пожалуйста, вопрос. Можно я задам вопрос? Меня зовут Екатерина, компания InfoSpice. Отличный релиз, прям на злобу дня. Очень талантливая презентация. Мой вопрос от нашего клиента. Он, в общем, давно уже понял, что за мобильность будущее. И очень хочет мобильное приложение с оффлайном. Когда его мечта исполнится? Вы знаете, я, наверное, не найду на сегодняшний момент мобильного приложения для интернет-магазина с оффлайном. Ни одного. Оффлайн-каталог. Приведите пример. Да, в общем, мы сами такие делали. Просто классно, когда есть коробки. Они все онлайне, чаще всего. Нет, они в оффлайне. Это нормально. Ну, окей, Брукс Бразерс. Ну, на самом деле, дискуссионный вопрос. В современных условиях каталог, он должен частично кэшироваться, он должен работать быстрее. В принципе, даже платформа мобильная позволяет закэшировать. Есть встроенная база данных. Но опыт показывает, что на синхронизации вы можете потратить сильно больше времени, ежели начнете реализовывать этот концепт. Если это десятки, сотни товаров, кэширование будет нормально. Но на 100 тысяч вы не сможете кэшировать, и вы вынуждены будете решать задачу синхронизации. И тогда расходы увеличатся сильно больше. Конечно, это вопрос про малый бизнес. Просто учитывая, что в нашей реальности интернета не так много, как в Москве, а Россия большая, то вопрос приложения без оффлайна может быть хорошим двигателем вообще для развития этого направления. Очень интересный вопрос. Дискуссионный, на самом деле. Мне прям хочется много аргументов сказать. Но я боюсь, что сейчас прям не успею. Спасибо большое за ответ. Пообсуждаем отдельно. Давай мы из онлайна сейчас... Еще раз про б-тестирование, можно? Да. Повторные входы, как решается? Они идут туда же, куда и приходили? Да, человек учитывается один раз в сутки. А управлять как-то можно? Куда посылать? Что такое управлять, куда посылать? Откуда человек первый раз пришел, туда и зафиксировался? Не пополам делить трафик? Ну, например, там по регионам. На сегодняшний момент пока нет. Но вообще, наша же платформа с открытым API, я, насколько не ошибаюсь, если не ошибаюсь, ребята сделали на D7. Наверняка вы там сможете переопределить какую-нибудь функцию, которая определяет или выполняет разделение трафика и выполнить разделение по регионам. Да, вот эти вот, на картиночках были показаны такие как бы кубики. Вот эти каждый кубик – это отдельный инструмент анализа, и вы можете эти кубики добавлять свои, сколько хотите через API. Давайте вопросы из онлайна. Сереж, у тебя много вообще вопросов? Ну, не очень. Удивительно. Так, но просто много технических узких вопросов, которые здесь неуместны. Вопрос про триггерные рассылки интересует возможность генерации персонализированных купонов, для того, чтобы их отправлять. Купоны, естественно, у рассылки генерируются, генерируются для конкретного клиента, можно делать без проблем. Там будет специальный компонент, который ложится в тело письма, и… Отлично. Да, я не знал. Круто. Коллеги, пожалуйста, вопрос еще. Да, да, да. Хорошо. Здравствуйте. Андрей из компании Fusion. Вопрос. А когда будет документация по этим модулям? И, собственно, отдельное спасибо за Bootstrap, и вопрос по поводу расширения, то есть экстеншн для того же самого Bootstrap. Никто не мешает это использовать. Мы забрали от Bootstrap только те возможности, чтобы легче делать адаптивный режим. Он будет включен в продукт, можно будет его подключать, отключать. Все, что дополнительно хотите использовать, пожалуйста, добавляйте, используйте. А про документацию? Это всегда самый каверзный вопрос. Ну, я вообще рассчитываю, что этим летом мы закроем по новым модулям необходимую документацию. По крайней мере, по ключевым вопросам. Спасибо. Хорошо. Вопрос про CDN. Периодически наблюдаем, когда CDN тормозит. Ну, то есть не у нас, а там в облаке где-то. И там на нескольких проектах это видно. Допустим, ты заходишь, отключаешь. Прямо у всех клиентов или у выборочных? Да. Ну, бывает, что у всех. Ну, то есть там десятки проектов сразу, допустим, тормозит, ты его заходишь, отключаешь, и он, ну, как бы начинает быстрее работать. Скорее всего, ну, понятно, что, как бы любой сервис, он не бывает на 100% стабилен. И получается, у пользователя нет кнопки сейчас, как его отключить, и нет проверки. Мы когда в техподдержку задаем вопрос, проверки такой нет. То есть я могу включить его? Скорость сайта, по сути, является проверкой. Более того, эта же система является для нас и мониторингом. То есть в случае, когда мы видим значительные задержки по отображению у клиента, мы начинаем сигнализировать. И вообще, если, ну, бывало там несколько раз такие ситуации, они обычно имеют локальный характер. Например, в каком-то городе, где стоит точка, да, возникает такая ситуация. И мы их достаточно быстро локализуем и устраняем. Речь идет буквально там зачастую о минутах. Проверка, ну, то есть, допустим, я включил галочку, но, допустим, проверки нет. То есть она хорошим должна отключаться, если сервис не работает. А сейчас страшно включать эти галочки. Это распределенная система. Ну, почему? Вы можете включить, оценить скорость сайта, посмотреть изменения и потом принять решение. В первую очередь нужно смотреть на скорость, потому что она фиксируется на конечном пользователе, не у вас. Ну, получается, что мы, ну, то есть, видели проблемы, побежали по всем проектам, отключили эти галочки, все заработало, а потом на следующий день опять включили. Это, ну, не очень. Ну, прям вот такой вот ситуации, как вы говорите, мы такой не видим. Особенно переезжали. Мне кажется, что мы, возможно, недавно переезжали в Россию. В России распределывали. Были проблемы там какие-то периодические. Хорошо. Поговорим с Сашей на эту тему. Спасибо. Алексей, компания Fusion. Вот еще пора, вот Strap хотел уточнить. Планируете ли вы использовать его в других инструментах, в коробке, в частности? Мы проводим тестирование. Отвечу. Мы с Юрой разговаривали. Это наш технический директор. Мы, да, планируем потихонечку встраивать в какие-то другие вещи, если он даст здесь хорошие показатели, скажем так. И еще вопрос технического тоже плана. Вот по поводу переноса JS вниз страницы. Каким образом он работает? Он выбирает вообще весь JavaScript, то есть это и теги, которые встроены, и подключенные файлы, и переносят прямо сразу вниз? На теге Google не жалуются, переносятся именно подключаемые файлы. В том плане, что там же может быть... Они переносятся. В цикле. Они выбираются и переносятся. В цикле. И включенные файлы не нашего продукта, и непосредственно скрипт, завершение скрипта, фрагменты мы выбираем и переносим вниз. И когда я вижу, как это работает, мне хочется ответить, волшебным образом работает. На самом деле. Ну давайте мы выпустим. Вот это как раз обновление выйдет достаточно скоро. Я думаю, что завтра, послезавтра, может быть, коллеги отдадут его в бету, вы сможете посмотреть его на своих проектах. И вопрос еще маленький про маркетинг. Там, где были настройки компании, для одного товара, получается, можно несколько создать рекламных объявлений в контексте. Совершенно верно, да. А можно ли для каждого объявления указывать его бюджет, то есть если он превышает, чтобы оно снималось? В этом-то самая главная фишка, что вы можете смотреть по каждому объявлению, насколько оно рентабельно, насколько оно эффективно. И, соответственно, сервис будет принимать санкции, наша система будет принимать санкции к конкретному объявлению, не ко всем к этому привязанному товару. То есть это так и будет происходить. Ясно. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, вопрос еще. Кирилл, студия Кодекс. Огромное спасибо за релиз. Он, мне кажется, крайне актуальный, действительно понятный и прозрачный. Что осталось непонятным? Такие инструменты, как АБ-тестирование, триггерные рассылки, конверсия. Все же это скорее инструмент, заточенный на работу с интернет-магазином, с чекаутом, или это модуль, который можно развивать, дополнять самостоятельно и затачивать на свои цели, которые не обязательно являются тем же чекаутом? Да, конечно. И ответ, он изначально как раз проектировался с пониманием, что не только интернет-магазин нуждается в этих инструментариях. И самые разные события можно добавлять. Мы показываем на интернет-магазине, потому что это понятней и это наглядней. Но и, наверное, более массово, так сказать, сценария. А вполне рабочий, вполне настраиваемый сценарий и по формам, и по событиям, и по регистрациям, и по активизации пользователям. Одним словом, это контентные сервисы, контентный функционал. Сергей, я дополню, в сервисе можно в настройках выбрать тот показатель, который для вас является ключевым, и все расчеты будут делаться от этого показателя. Единственное, что может пропасть, это воронка продаж, потому что на ваших показателях не факт, что воронку возможно построить. А остальные конверсии мы вам рассчитаем? Ну, это будет через нативные события Битрикса. Я имею в виду события аналитики. Нет, 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 мы будем поддерживать сразу большой ряд событий, и, соответственно, вы выбираете тот показатель, которым надо. Это вообще может быть не интернет-магазин. Вот прямо сейчас не скажу, либо события, либо через D7 сможете работать с этим. Спасибо. Спасибо. Сереж, у тебя есть вопросы в онлайне? Ну, вот еще один задам по поводу связи с Bootstrap. Я думаю, что буквально два вопроса, потому что мы, прямо сказать, превысили лимит времени. Мы говорили как-то о собственном CSS-фреймборке. Собственно, нам задают вопрос, будет ли. Что с ним? А вот, собственно, вы видите решение. Сравнивая разные варианты, и, наверное, в первую очередь, разговаривая с партнерами, мы пришли к выводу, что, в общем, нам не будет правильно, не будет экономически правильно для всех создавать новый фреймворк. Вот в этой ситуации. Обычно мы оцениваем риски, связанные с изменением фреймворка, либо и с использованием внешнего продукта, и мы заранее подготовились таким образом, чтобы в случае каких-то существенных изменений не потерять, либо обеспечить преемственность и переход. Нам кажется, этот вариант более правильный. То есть мы не будем выпускать свой самостоятельный фреймворк в CSS. Ну что ж, последний вопрос? Или как раз? Вот как замечательно. Завершить? Последний? Сергей, подожди, я помочь. Нет. Ну что ж, коллеги, спасибо большое. Был очень рад вас видеть. Всем большой привет. Поздравляю с этим релизом, и поздравляю наш коллектив разработчиков. Спасибо большое. Ну что ж.